Губернатор Евгений Куевышев посетил один из старейших брендов Свердловской области – Ирбитскую ярмарку, которая проводится с 1643 года. Сейчас она уже не столько предпринимательская, сколько культурное и туристическое событие. Ежегодно на нее приезжают около 40 тысяч гостей. Кованые часы – не просто экспонаты. Один из символов Ирбитской ярмарки. Она проходит на протяжении почти 400 лет. Этот год особенный. Указом президента России он объявлен годом народного искусства и нематериального наследия. Ирбитская ярмарка – это то самое наследие, которое объединяет нас всех. Дает возможность проявить самые добрые и теплые чувства к родному краю, к родному городу. Евгений Куевышев посетил Ирбитскую ярмарку. За три дня на нее приехали порядка 40 тысяч жителей Среднего Урала. И не только. В ярмарке участвуют бизнесмены из Челябинска, Кургана, Ижевска, Нефтекамска и других городов. Ирбит – один из старейших. Ему почти 400 лет. Евгений Куевышев отметил, что следит за восстановлением города. Это важная часть уральского наследия. Как долго вы так будете стоять? Часами. Часами. Ну, успехов вам. Спасибо. Ирбитская ярмарка – уникальное туристическое событие для Свердловской области. Как отметил губернатор, туризм в регионе развивается в том числе благодаря энтузиастам. Задача местных властей – поддерживать тех, кто на деле любит родной Урал. Напомню, туристические проекты Свердловской области оценили на федеральном уровне. В июне по приглашению Евгения Куевышева регион посетила глава Ростуризма Зарина Дагузова. Позже стало известно, что область получит максимальную сумму гранта из федерального бюджета – 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра Екатеринбурга. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий. Новости Первоуральск.